Минялы быстро наращивали свою власть. Они начали систематическую, как они это называли, стрижку овец, с помощью создания серии экономических подъемов и следующих за них депрессий. Таким образом, они скупали тысячи домов и ферм по цене в несколько процентов от номинала. В 1891 году, минялы начали готовиться обвалить американскую экономику в очередной раз. Их методы и мотивы недвусмысленно представлены в меморандуме, разосланном Американской Банковской Ассоциацией, всем своим членам. Заметьте, эта записка призывала банкиров вызвать депрессию в назначенный день, три года спустя. Приводим вам следующую выдержку из протоколов Конгресса США. После 1 сентября 1894 года, мы ни под каким предлогом не будем возобновлять кредиты. Мы потребуем наши деньги назад. Мы лишим заемщиков права выкупа залога и станем его владельцами. Мы сможем заставить две трети фермеров к юго-западу и тысячи фермеров к востоку от Миссисипи продать свои фермы по указанной нами цене. Тогда они станут арендаторами, как это обстоит в Англии. Меморандум АБА от 1891 года, воспроизведенный в протоколах Конгресса США 29 апреля 1913 года. Депрессиями можно было управлять, поскольку Америка находилась на золотом денежном стандарте. Так как золото мало, это один из товаров, которым легче всего манипулировать. Народ желал легализации серебряных денег, потому что это могло помочь избежать влияния, какое имели на золото меняло. Люди не хотели возврата к закону о монетах 1873 года, прозванного к тому времени преступлением 73 года. К 1896 году вопрос об отношениях к серебряным деньгам стал основной темой президентских выборов. Уильям Брайан, сенатор от Небраски, баллотировался в президенты от демократов с программой, предполагающей свободное обращение серебра. На национальном птизе Демократической партии 1896 года в Чикаго он выступил с эмоциональной речью, которая стала известна как терновый венец и золотой крест. Хотя Брайану на тот момент исполнилось всего 46 лет, эта речь считается одним из лучших образцов ораторского искусства, когда-либо произносившихся перед политической аудиторией. В драматическом заключении своей речи Брайан сказал, мы ответим на их требования о внедрении золотого стандарта. Вам не одеть начало труда терновый венец. Вы не распнете человечество на золотом кресте. Банкиры щедро поддерживали республиканского кандидата Уильяма Макинли, приветствовавшего золотой стандарт. В результате предвыборная кампания кандидатов стала одной из самых ожесточенных президентских гонок в истории США. В то время, как Брайан произнес более 600 речей в 27 штатах, сторонники Макинли заставляли промышленников говорить своим наемным работникам, что если Брайан победит, то их фабрики и заводы закроются, и работы больше не будет. Мошенники преуспели в своем начинании. Макинли обошел Брайана с небольшим отрывом. В последствии Брайан участвовал в президентских выборах 1090-х годов и 1908-го года, но каждый раз немного не добирал голосов. Во время съезда демократов 1912 года Брайана оказался той влиятельной фигурой, которая помогла победить Вудру Уильсона. Став президентом, Уильсон назначил Брайана государственным секретарем, однако тот вскоре разочаровался в администрации Уильсона. Прослужив на этом посту всего два года, он подал в отставку в 1915 году, после в высшей степени подозрительного случая с затоплением парохода Луизианы, который был использован, дабы подтолкнуть Америку к участию в Первой мировой войне. И хотя Уильяму Брайану так и не удалось стать президентом, его усилия отстрочили планы и менял по достижению их очередной цели – учреждение нового частного центрального банка в США на целые 17 лет.